Ночь Жду я, когда луна тихо зайдёт из-за крыши Этот лунный волшебный свет На любой вопрос на сказке Лишь в сказке Хочешь, не хочешь, днём или ночью Чудо придёт Знаешь, не знаешь, не угадаешь Где нас найдёт Веришь, не веришь В сказку поверишь Раз поверь Днём или ночью Чудо придёт Здравствуйте, уважаемые дорогие! Любимые телезрители, гости нашей студии Общественно-российское телевидение Не забывает своих обязательств перед вами И каждый понедельник показывает Программу «Звёздный час» Викторина для детей и их родителей У нас сегодня, как впрочем и всегда Балет Аллы Духовой «Тодес» И, как обычно, эти аплодисменты Автоматически переходят Нашим сегодняшним игрокам Прошу вас в студию Антон Котляр С папой Михаилом Владимировичем АПЛОДИСМЕНТЫ Таня Бойкова С мамой Галины Александровны АПЛОДИСМЕНТЫ Дима Жуков С подругой Настей АПЛОДИСМЕНТЫ Маша Карпова С братом Димой АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Клёпова С мамой Людмилой Валерьевной АПЛОДИСМЕНТЫ И Надя Ващук С подругой Олей АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я вижу, что Антон Уже полез там в свой пакет Что-то доставать Летом я ездил с дядей в деревню Мы там поймали рыбу И высушили И вот я вам хотел привезти Покажи-ка, что за рыба Вынимай из пакета Вобла Вобла? Да ладно О, красота! Сколько рыб? Пять Пять рыб Прекрасно Звезду ему срочно Кричат в студии Ему звезду, а нам рыбу Не, рыбу нам, извините Рыбу нам А со звездой мы ещё Немножечко подождём Теперь Таня Байкова Для начала с вами поздороваюсь по-китайски Ого Это значит Здравствуйте, мои друзья Вот И хотел вам подарить У меня свой CDF У меня ещё диск не вышел Я только готовлю, чтобы он вышел Только готовят всё Но здесь же есть некоторые мои песенки Вот Прекрасный подарок! Слушай А скажи, пожалуйста Ты по-китайски только эту фразу знаешь Или ещё какие-то? Нет, я вообще учусь в англо-китайской школе В англо-китайской? Да То есть по-русски вы вообще не разговариваете? Нет, ну русский там тоже есть А китайский сложный язык? Нет Нет? Не очень Звучит ужасно Только всё так Оля? Я учусь в испанской школе И мне очень нравится испанский язык В том году мы ездили на гастроли Я хотела бы вам петь песенку на испанском языке С удовольствием послушаем О, Сусана! 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 Спасибо! Не могу преодолеть себя И звезда Отправляется на тележку Антона Котлера Потому что он Сегодня Абсолютно точно угадал Что Мне именно сегодня хотелось бы А вот этой вот вашей самодельной в облачке Я с удовольствием поем вместе с моим товарищем по съемочной группе Ну что ж Начинаем нашу программу В эфире звездный час Внимание на экран Тема нашего сегодняшнего первого тура Праздники Вербное воскресенье Масленица Татьянин день Спас Праздник Ивана Купала Рождество Сочельник День Победы Разные праздники И религиозные И обычные Светские Но Вопросы Очень сложные В 1756 году В этот день Был издан указ об учреждении Московского университета С тех пор 25 января Этот праздник особенно отмечается студентами О каком празднике я говорю? Пожалуйста Таблички Изумительно правильный ответ у всех шестерых Татьянин день Конечно 25 января Студенты особенно веселятся Хотя когда они не веселятся эти студенты Но 25 января это просто законный их праздник Следующий вопрос Какой праздник православные отмечают за неделю до Пасхи? За неделю до Пасхи православные отмечают Друзья мои Чтобы вы знали Вербное воскресенье Номер один Антон Котляр Абсолютно прав В этот день Иисус Христос Прибыл в Иерусалим И в вербное воскресенье Это значит до Пасхи осталась ровно неделя Следующий вопрос В этот день В 2 часа ночи То есть в эту ночь даже Московское радио Голосом диктора Левитана Передало очень важное сообщение Что это за праздник С тех пор этот праздник мы отмечаем каждый год Это День Победы Конечно Номер 8 Ой Незаметно тихо Антон Котляр Вышел во второй тур Замечательно Прекрасно Ну что ж Вот сейчас будет Неожиданно с момент Если все правильно ответят На следующий вопрос То все выйдут во второй тур И у нас будет очень такая Представительная массовая игра Из далеких варварских времен Языческих К нам пришел этот праздник Он сопровождался Собиранием лекарственных трав Обрядами с огнем и водой Песнями, хороводами Купаниями Ночными Совместными Что это за праздник Тишина в студии пожалуйста Поднимайте таблички Это праздник называется Праздник Ивана Купалы Конечно Номер пять Номер пять Саня, Маша, Ольга и Надя Достигают черты второго тура А вот Дмитрий в последний момент Решил что это праздник Масленицы Представляете там Масленицу Люди собирают травы под снегом Купаются в холодной воде Разгребая льдины перед собой Нет конечно же это все не может быть Дима иди сюда пожалуйста Под ваши аплодисменты Дмитрий Жуков покидает нашу площадку Поздравляю тебя Дима Ты сражался как лев Какой у тебя самый любимый праздник В жизни? Новый год Новый год Что ты делаешь в этот праздник? Отмечаю его Спать не ложишься? И в этом году тоже самое будет? Да Новый год хороший праздник Он и самый мой любимый кстати Подарок от нашей программы Коробка конфет Подарок от нашей программы Коробка конфет Все Все Такой неразборчивый у нас Ну хорошо Посмотрим Кто из этих девушек Наиболее симпатичен Случаю Господину Случаю Это мы все с вами выясним Ровно через несколько секунд Во втором туре программы Звездный час Продолжаем наше соревнование На площадке Антон Котляр Таня Бойкова Маша Карпова Ольга Клепова И Надя Ващук Кубики в студию пожалуйста И внимание на экран Записывайте буквы из которых Вам предстоит составить длинные слова З К И М О Р Т А О Я вижу в зале много скучающих лиц Напрасно вы сидите скучаете Составляйте слова Автор самого длинного слова Получит приз И уверяю вас это будет Очень хороший подарок вам Главное что неожиданный Я вижу что вы уже готовы Дайте время нашим Нашим участникам Пусть они тоже немножко подумают Время истекло Отложите ручки и бумагу И давайте послушаем какие слова нам принесли наши зрители в студии Давай Мокрота Мок-ро-та Аплодисменты Мокрота это такой медицинский термин Из пяти уже не интересно Обозначающий кашель уже на стадии вылечивания Да у кого еще из семи букв слов Есть у кого-нибудь Все Одна мокрота у нас Прям какая-то медицинская игра Давай спускайся вниз Как тебя зовут Настя Сколько тебе лет Настя Ты что хочешь стать работником медицины Нет Никогда А что слово такое придумала медицинское Буквы хорошие Буквы хорошие подошли Ну что ж Буквы хорошие и приз неплохой Радиоприемник Вот такой маленький Скромный радиоприемник Это тебе рюкзак наш фирменный Спасибо Приходи к нам почаще И посмотри на нашу программу По телевизору Дорогие товарищи родители Есть у вас какие-нибудь достижения в области слова творчества Слово дротик Дротик Шесть букв Аплодисменты И у кого-то еще я вижу да А и у Людмилы Валерьевны Слово морока Морока Тоже шесть букв И тоже аплодисменты А это значит что и Оля и Антон Получают еще по одной звездочке на свою тележку У Антона остается шесть А у Оли четыре Ну и теперь самое главное интересно Антон твое слово Маркиза Маркиза Вместо второй буквы А ты взял звезду Потрясающий Аплодисменты Семь букв Танечка Корица Корица Курица Ко-ри-ца Шесть букв Аплодисменты Маша Комар 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 Зоопарк Зо-о-парк Вместо буквы П ты взяла звезду Аплодисменты Семь букв И наконец Надя Ващук Мороз Мороз Пять букв Итак, Антон и Оля составили слова из семи букв Но У Антона Уже шесть звезд А Оля всего четыре Поэтому именно Антон открывает наши ящики Прошу тебя Аплодисменты Аплодисменты Уверенным шагом направился к желтому ящику Как будто знал, что внутри этого ящика скрывается потрясающий баскетбольный мяч Аплодисменты Показал бы нам хоть его Похвастался А ты в баскетбол играть умеешь? Ну так, немного Немного Знаешь, в чем правило баскетбола? Ну конечно Корзину забросить, да? Да Ну вот и все, собственно Как ты это делаешь, это уже от тебя будет зависеть Ну, к сожалению, моему глубокому и Маша и Надя нашу игру заканчивают, потому что у них слова из пяти букв Сувениры о том, на память о том, что они участвуют в нашей игре Это по коробке шоколадных конфет Вот такой замечательный головоломки Наши рюкзаки, ранцы, аплодисменты наших зрителей, конечно же Стойте, стойте, стойте Ну а в вечности, в вечности Не хотите попасть, не сюда, Маша Вот теперь вы попали уже в историю Давайте посмотрим, чем закончится наша программа В эфире Звездный час, третий тур Три участника осталось на нашей площадке Это Антон, Таня и Оля По звездам Антон, конечно, полный чемпион У него уже шесть звезд У Тани три, а у Оли четыре Логические цепочки, внимание на экран Произведение Александра Сергеевича Пушкина Узник, буря и выстрел Я считаю, что все это стихотворение Пушкина Стихи Узник, буря и выстрел Ну что ж Замечательное знание пушкинского творчества Демонстрируют все трое Выстрел это повесть Это повесть В прозе Поэтому Она никакого отношения не имеет к стихам Совершенно правильно сделали Ребята, что подняли табличку номер три Следующий вопрос Африка, Евразия и Австралия Эти материки расположены в порядке убывания их площади То есть Больше всех по площади Африка Евразия поменьше Как материк Австралия еще меньше Надо поменять местами Два находящихся рядом материка Первая у нас была, кажется, Оля, да? Оля не согласна категорически со мной Потому что действительно Евразия гораздо больше Африки Уверяю вас, гораздо Поэтому табличка 1 и 2 Это абсолютно правильный ответ Оля получает звезду У нее остается их пять И все трое вперед Раз, два, три Молодцы! Ну и очевидно совершенно, что звездный час не зря называется звездным Потому что здесь звезды решают все Как они решили все для Тани Байковой У нее всего три звезды У Антона шесть У Оли пять Они одновременно достигли черты финала Но, увы, трое не могут выйти в финал Там троим не место Коробка конфет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тысячная головоломка Рюкзак Звездный час Фотография на память АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И ваши аплодисменты Аплодисменты, аплодисменты АПЛОДИСМЕНТЫ Таня здорово играла Но все решили звезды Так бывает и в жизни Ну и у нас это бывает просто сплошь и рядом Ну что, давай посмотрим, что такое будет финал у нас И кто победит в эфире Звездный час АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, внимание-внимание! В финал программы Звездный час вышли Ольга Клепова АПЛОДИСМЕНТЫ И Антон Котляр АПЛОДИСМЕНТЫ Антон Котляр до того обнаглел, что получил аж шесть звезд Таким образом, одна звезда у него лишняя, что дает ему значительные преимущества в финале Хотя, глядя в вольно умные глаза, я думаю, что ему эта звезда не сильно-то и поможет Давайте посмотрим, чем это все закончится Слово на финал, процедура Поехали Время истекло И Антон начинает читать свои слова Так как он обладатель одной звезды, а это... Да и вообще, как джентльмен, ты должен взять на себя эту трудную обязанность Давай Ор Ор Ар Род Род, естественно Дура Да? Дура? Дура, хорошо? Хорошее слово, дура Что? У него тоже был дура написан, но он... Звезду или папу? Папу Папу И на помощь Антону идет его папа АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Владимирович принес тут некоторое количество слов, я вижу Вовремя Немножечко Да, ну давайте Пора Пора Ад Ад Перо Перо Дар Дар Репа Репа В смысле, голова или просто овощ? Любая Любая репа Маму Маму И вот мы аплодируем команде Ольге Клеповой Потому что и она не хочет сидеть здесь в одиночестве А хочет, чтобы на помощь пришла мама и скорее что-нибудь принесла Давайте-ка Руда Руда, замечательно Депо Депо Рупор Рупор Пойдет Дар Дар Был Был Ор Ор был Ар Был Все, было уже Итак, последний звезды лишился Антон И теперь слово за Олиной мамой Цеп Цеп Такой прибор, которым молотят зерно Молотили раньше Пруд Пруд Замечательно Пора Пора была Это было первое слово, которое Михаил Владимирович нам назвал, когда пришел сюда Теперь я вам открываю счет У вас звезды нет Раз Два Три Цедра Цедра Прекрасно, это верхняя часть кожуры апельсинов и лимонов, да, которые используются в кулинарии Пудра Пудра Пудра, ага Раз Пруд Пруд был Два Три Репа Была Четыре Мы еще говорили про голову или про репу Четыре с половиной Пять Все Такой секунды не было, которую я только что подарил Оле Клеповой Эта секунда длилась секунд пять Но и это не помогло ей, и Антон Котляр победил в нашей сегодняшней игре Оля, ты не проиграла, ты просто не выиграла Давай так договоримся Да, потому что Потому что ты получаешь компакт-дискплеер Держи Музыку любишь слушать? А также конфеты Вот вам тут семейный досуг будет сидеть вечерами Из тысячи кусочков какой-то тут белый дом собирать Вот, потом все это сложите в рюкзак, выкинете Но самое главное, что вы не выкинете Это воспоминание нашей сегодняшней программы И то, как Антон будет говорить свои заветные слова Ровно через несколько секунд на церемонии награждения в эфире Звездный час Ты читать ты умеешь, Антон? Конечно Читай, что написано Диплом вручен победителю телевизионной игры Звездный час Антон Котляр, ведущий Сергей Сипонев Правильно, никаких ошибок нету Антон Котляр, это ты Сергей Сипонев, это я Там моя подпись Ты победитель Наступил твой Звездный час Я бы хотел поблагодарить своего папу Потому что без него я бы никогда не выиграл Давайте и мы папу благодарим Я не думал, что я дойду даже до финала Но мой Звездный час настал Вот, собственно, и всё А что, больше говорить ничего не надо Всё правильно сказал Папе спасибо, маме спасибо Ещё можно сказать, что родила на свет И спасибо нашей программе, которая дарит тебе этот диплом Этот видеомагнитофон А также кубок Но не своими руками мы это сделаем А руками группы Дюна Встречаем Вот пионерский отряд Под руководством Виктора Рыбина В полном составе Антуан Антуан В этот интересный для тебя день и момент Мы вручаем тебе совершенно В хозяйстве бесполезный приз Но приятный То есть морально Аплодисменты, пожалуйста Держи, Антон В конце концов, им можно колоть орехи будет Поздравляем тебя А-а-а, сюда можно шить Соль, крупу Мышку посадить туда Раз вытащил, она бы маму напугать таким образом Поздравляем тебя Давайте-давайте Виктор, ну Самым главным подарком Антона и всем нашим телезрителям Наверное станет песня в вашем исполнении Есть ведь у вас песня, чтобы исполнить? У нас есть страшная очень песня Потому что Аудитория как бы Обязывает петь определенные направленности песни Неправда У нас тут... Не-не-не, ну молодежи нравятся страшилки, я знаю А, это да, это да Вот будет страшилка сейчас Хорошо, в исполнении группы Дюна будет страшилка А у нас была такая веселилка Познавалка Называл Звездный час И вел ее такой ведущий Сергей Супонев И это то же самое он будет делать ровно через неделю Увидимся, пока АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это было прошлым летом В середине дня Я ждал родной автобус Только кто-то вдруг при этом Подтолкнул меня Такая, братцы, чешуя Чай, банан и сайра Мага попала в колесо И тело резко занесло Сегодня я вам не вчера И вдруг склонились доктора Чай, банан и сайра Ехал я на электричке Вышел покурить А дверь была открыта За окном мне пели птички Так хотелось жить Подножка стала вдруг скользить Чай, банан и сайра Мага попала в колесо И тело резко занесло Сегодня я вам не вчера И вдруг склонились доктора Как случилось так До сих пор не пойму Было все как в кино Я пил чай с бананами Заедал сайра А потом вдруг неожиданный Кирпич на голову Бац! Мага попала в колесо И вдруг склонились доктора Чай, банан и сайра Мага попала в колесо Где ты, моя тайна? Я попала в колесо Чай, банан и сайра Я попала в колесо Где ты, моя тайна? Я попала в колесо Чай, банан и сайра Я попала в колесо В колесо Чай, банан и сайра Деюген Продолжение следует...